Она говорит, что, дядьмо пися морозы пися. Ты будешь сюрприз. Я такая, что ты не будешь. Это поэтическая отсутка к Маяковскому. Привет, ребята, опять. Меня по-прежнему зовут Дарья. Сегодня в руках у меня не будет укулелья, потому что это новый выпуск. Моменты в жизни. Как вы уже догадались, что это последний выпуск Моментов в жизни за этот год? Не стоит порастраиваться, переживать. В следующем году я тоже их буду снимать. Вообще, в принципе, как зародилась такая рубрика, как Моменты в жизни? Я время от времени снимала такой влоговый формат, но выходил не с периодичностью. То есть у него не было какой-то точной логики, когда что выйдет. И в этом году я поставила себе цель, что каждый месяц я буду выпускать вот такой формат, где буду делиться и рассказывать своими переживаниями, что у меня происходит. События у меня вообще происходят в жизни вот в такой формат под названием Моменты в жизни. Поэтому сейчас Моменты в жизни за декабрь. Садись поудобнее, бери что-нибудь там пожевать, похрумчать. И погнали смотреть! Моменты в жизни. Привет, ребятня! Сегодня я веду рубрику «Едим дома одна», потому что все девочки на работах своих, трудяги. И я решила приготовить. Ну, начнем с того, что мы купили цветную капусту, полтора килограмма с сиблей. И она у нас просто лежит в морозилке. Мы ничего до сих пор с ней не приготовили, две недели, она у нас уже лежит. И я вчера сходила, купила белок, курицу и решила, почему бы мне не приготовить запеканку и цветной капусты с курицей. То есть это пепешно, правильно. По КБЖУ вообще самое то. Да, легим пепешниство. На самом деле, этот рецепт требует духовки. А я не умею пользоваться духовкой, но я надеюсь, что все будет хорошо. Я нашла рецепт на Яндекс. Рецепт на каких-то там. Интересно, есть такой вот Яндекс. Нам понадобится, собственно, курица, точнее ее филе, цветная капуста, сметана. Написано, прицепт 150 грамм, но у меня там, может, грамм 100 есть. Если что, в воду разбавим, нормально все будет. И лук. По сути, надо еще зелень по вкусу, но дома зелени нет. Берем, что есть. Первый шаг, который нам нужно сделать, эту цветную капусту промыть, разделить на сцвестие и сварить 3 минуты. Теперь время с соусом. По прицепту написано, что надо какую-нибудь приправу... О, Мима, что-то пришло, что-то пришло. Берем чуть-чуть приправы. Ну, как бы мы сейчас сделаем полноценный соус, а не просто сметану с приправой, это будет соус. Так, все, соус готов. Короче, сейчас что мы делаем? Первый слой выкладываем в нашу цветную... Надо же разогреть духовку, Дарья! Итак, цветную капусту я поварила. Лук с курицей тоже поварила. Немножечко вот воды, конечно, переборщил, но ничего страшного, она вытопится у нас. Сейчас время формы это все собирать в единую коллекцию и в духовку. Я переборщила, вот так и знала, что последнее цветение, оно нам не нужно. На самом деле, это мое самое первое серьезное блюдо с использованием в духовке. Ну, конечно, на картинке покрасивше там людей было, ну... И теперь остался последний шаг, вот это мое чудо-нет запеканку, поставить в духовку на 30 минут при градусах 180 где-то. Так, оно вроде бы сготовилось, 30 минут прошли, теперь время это все вынимать. Честно, боюсь, потому что вот так хорошо журчит. Ой, а я что-то себе подпалила, девочки. Какой ужас. Ммм, пикантно. Мне нравится прям. Ну, не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Моменты в жизни. По прошлых выходных мне пришла идея, чтобы было прикольно сделать презентацию в Powerpoint. Стартед Пак про каждого из нас. Прикольными картинками, фотками сратами, переходами, анимацией. Все приветствуется, все просто супер класс. Мы все-таки сегодня это сделали. Мы эту идею раскручивали. В итоге дошелся до того, что мы все оделись. Носочки. Мой лук, я сегодня мисс Мира. Мисс Мира 2007 у Рюбинска. Больше не продолжай, Маша. Приехала к нам из 90-х. Сейчас она вы... Сейчас Толик за мной приедет. Толик приедет? На чем приедет? На жигулях. На жигулях. Смотрите, у нее какие тенюшки. О, какие носочки. И я. Я как мафиозник. Чтобы вы понимали, этот лук я первый раз надеваю. То есть я как-то купила рубашку. Она новая, я так и не надевала. И мои обувяхи тоже с биркой. Сейчас вам покажу. Вот, пожалуйста. Сейчас мы будем презентовать презентацию. Так можно вообще сказать? Презентовать нашу презентацию. У нас будет все официально. У нас будет открытие. У нас будут фанфары. Ведущие у нас будет закрытие. Приятного просмотра! Добрый вечер, дорогие дамы. Биба с Джорджиком и зрители. Мы собрались в этот димный вечер не просто так. Сегодня вашим глазам предстоит увидеть, а ушам предстоит услышать, на интереснейшие факты и еще что-то прикольное про выдающихся дам. Девочки, дайте мне быстрее стыдно. Прыдущихся дам. А именно, Дарья, она же крысятина. Похлопаем. Мария, она же Маришка и Мария Петровна. Юлия, она тоже так же крысятина. Желаем вам приятного просмотра и здоровья. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Итак, первым участником у нас будет Дарья, она же крысятина. Поаплодируем. Дарья, расскажите, пожалуйста, что вы ставите? Ставки один эксперт. Дорогу осилит идущий, спасибо. Первым, про кого я хочу рассказать, это Юля Муберакшина. Это первый наш участник в Татар Фрэндс Хаус. На самом деле Юля главная крысятина в нашем доме. Вот, посмотрите, это Юля, это крыса. Найдите, пожалуйста, 10 отличий. Обратите, пожалуйста, внимание, да? Глаза идентичны. Вопрос. Что любит Юля крысятина? Либо пулочные изделия, это быстро убиводы. Конечно же, держать на ладошке, не понимаете, в чем прикол? А я вам отвечу, на все держать на ладошке. Что же нас любит Юля? Спать в транспорте. А сейчас это, смотри, мне очень смешно. Вообще, к вам, наверное, все видно. Там вообще, к вам, слезы, слезы. Я считаю, презентации 10 из 10. Очень, очень круто, мне прям лайк. Второй человек, про которого я хотела сегодня вам рассказать, это Завина Мария Петровна. На самом деле, на самом деле, у Маши есть несколько альтер-эффекта. Маришка. Это Маришка. Нужно посмотреть, видите, она устала, она Маришка. Ну, Маришка, вот сразу видно, вот смотришь, Маришка. Дальше, это Мария Петровна Гринч. Давайте узнаем топ-3 любимой косметики Маши. Третье место. Белорусская косметика. Второе место. Глина Комчатская. А тут, однозначно, что сокровища родного края. Первое место. Ты почти все не искала, что ли? Наша любимая с лициловая кислота. Мария Петровна все с ней делает. Маришка любит делать, на самом деле, косплей на мужчин, потому что идут усы. Обратите внимание. Спасибо, спасибо, спасибо. Это просто гениально. И второй участник, который выступит на нашем мероприятии, презентации, это Юлечка Му-Баракшина. Она же крысятина. Первый я, мы решили все вместе презентовать Марию. Сейчас я вам продемонстрирую цепочку Марии. Во-первых, Мария хочет. Потом она будет. Концент у нее. Блин, что-то желудок болит. Сейчас для зрителей я объясню. Маша захотела чипсиков. Маша поела чипсики. Потом, конечно же, Мария. У Марии заболел желудок из-за чипсиков. Почему я стараюсь? Марти 21. И потом Маша и Мария жалуются, что это все из-за чипсиков. Она очень любит читать калории продуктов. Блин, да. Офигевать калорийности продуктов. Но все равно их продолжать есть. Это так гениально. Спасибо. Цепочка Марии, это просто нечто. Не знаю. Сейчас мы презентуем Дарью. Она же крысятина. Я сразу объясню, почему вот такая лестница. Лестница карьерная. А, успеха. Успех. Дарья у нас обычно путешествует в Татарстан в прогрессе, растущей наверх. Я не знаю, говорят ли так, но нет. Первый раз она уехала на две недели. Второй раз она уехала уже на три недели. На три месяца. На три месяца. Что же будет дальше, мы пока не знаем. Мы узнаем это в скорейшем времени. Переедет обратно. Также Дарья ранее, сходящая с ума по железу, за 7 рублей, все, даже все, вообще все, что останется. Пишла, стала самым ППшным примером человечества. Мне эта фотка нравится. Слушай, я реально до слез. Это реально до слез. Последним участником нашего прекраснейшего мероприятия будет Мария. Она же Маришка и Мария Петровна. История про моих. Подружек с Анной мамс. Во-первых, Матур. Во-вторых, хозяйственная. Сидите, да? Радостная, очень радостная женщина. Теперь начнем с Даричкой. Украиналистка. О, какие слова. Любительница животных. Он думает внимательно. Но главная любовь. Джорджик. Ой, Джорджик, я так люблю Джорджика. Но Дарья не против? Забейте. Шутите на моих гордонах. Но, девочки, я не обижаюсь. Люблю своих подружек, Санна. О-о-о. Начала сфотогреть. Мы вместе. Конец. Мне очень прикалывает, что у нас у всех разные типы. Ну что ж, наше прекрасное мероприятие, прекрасный вечер закончился, подошел к концу. Какие эмоции вызвали у вас эти презентации, пишите в комментариях. Нам будет очень приятно почитать. Также нам было очень приятно посмотреть презентации друг друга. Мимочка, потише, пожалуйста, не мешаешь. Вечер удался на вот. Бюджетный вариант, как круто провести вечер. Я ставлю лайк. Лайк. Десять, десять. В общем, вчера у нас же было мероприятие, где мы показывали друг другу презентации. Я сделала небольшой такой вот отрывочек видео в инстаграм. Я выложила целую серию такую вот сегодняшнюю. Люди писали. Спасибо вам большое, кто меня смотрит сейчас. Всякие реакции кидали. И, в частности, оценили Марии лук. Лук Марии, где она была в носочках. Я вам ставлю еще раз скрин. Сейчас ей говорят, что она крошиха, что у нее очень красивые носки и подписываются на инстаграм. Вот, Мария, поблагодари подписчиков. Да, и поблагодари подписчиков. Это чуньки. Вот знаете, что такое чуньки? Это вязаные носки бабушкой. В общем, я думаю, что весь этот успех, вся эта популярность, благодаря тому, что Мария Петровна вчера поехала с Толиком на его Волге ржавый на дискотеку. Сегодня в инстаграме Толик подписан, как Саша. И ты говоришь, что Толик? Мы знаем, каким Толиком. Сашуля, если ты говорила, что ты поехал в Челный, я знаю, куда ты поехал. На дискотеку с Марией ты поехал. Она смотрит на себя. В общем, сейчас Сири вам покажет тикток. В этом все. Привет. Уроки вокала. Шанделея, спеть такую же высокую ноту своим голосом. Нужно ее начинать петь еще выше. По принципу сверху наверх. Наш рот при этом открываем очень широко. Вот так. Вы. Поем отрывок. Блин, у меня как-то баня заработала, я прям почувствовала. Прикиньте, наши зрители будут готовы это смотреть и такие... Как Джонс обычно смотрит. С кем мы живем? Ты их увидела, ты их увидела. Я ее видела, я ее там с тобой ставила. Как просили, и шва красными голосами. В общем, у Юлии скоро день рождения и Новый год одновременно. И она у нас уезжает. Не так одновременно, у меня вообще на 12 дней разница. Вот именно. Я подумала. Ну, это давно известная тема, но есть такая тема, как вещ... Вещ... Ты делаешь вот эти звездочки? Да, да, да. Каждый пишет список, чего он хочет, чтобы дарить нужные подарки, а не фигню какую-то. Я опять ставлю про телескоп. Мы тебе дарим телескоп! Это Саша меня злоусил. Мы решили, что пусть каждый напишет, что хочет. Не только на Новый год, но и на каждый свой день рождения. Я отправила уже прототип... Референс, шаблон, симпл. Я ушла. Просто вы списком пишете те вещи, которые вы очень хотите. Ну, типа, не так, чтобы прям я сама себе точно куплю. Мне вот эта жизнь не необходима. Все поняли? Видели, как красиво я украсила свой виш-лист? Вот это я не помню, что... Вот это ты украсила, конечно! Там написано виш-лист, звездочка и крыса. Мы знаем, кто тут крыса. Мне мама такая говорит. Ну, сейчас декабрь месяц, если что, ребят. Она говорит, что, дядьмо Писомороза писала. Я говорю, не писала. Письмо Деду Мороз. Девочки, соберите, у нас серьезная передача. У меня есть мерч, открытки и наклейки. Я позвонила родителям вечером, когда шла на почту. Они говорят, ну куда идешь? Я говорю, на почту. Она говорит, что, пошла писать? Написала письмо Деду Морозу. Я такая, блин, прикол ДС. Она говорит, ну нет. Я не знаю его индекса. Великий Устьев, жди меня. Да нет. Она такая говорит, а что ты ничего не пишешь? Ты что, ничего не хочешь? Я такая, а у меня все есть. И вот я реально поймала себя на мысли, что вот то, что я хотела. I want, I got. I want, I got. У меня даже нет какой-то мечты, что я хочу. Ну, не мечта, ну типа, что, что бы я хотела. Да неужто у тебя прям нет такого, ну прикольненько, хочу. Ну, блин, я может быть просто такая, все то, что я хочу. Что я типа делаю? Ну, я просто в ступоре впала. Дедьмописа Мороза не написала. Я поняла, что виш-лист это вообще тема. Ребята, поэтому заранее, не важно, на Новый год, на День рождения. Не важно, пишите заранее виш-лист. Вот у меня была такая идея давным-давно. Типа, Дарья, пиши список, чего бы ты хотела, чтобы потом люди когда у тебя спросили, что ты хочешь, я ему могла сказать синтезатор, а не телескоп. Блин, а чё я хочу? Блин, а чё? А я даже не знаю, чё хочу. В общем, надо завершить этот кусочек, потому что я вот заметила, сейчас монтировала «Моменты жизни» за октябрь, у меня наполовину фразы обрабатываются. Что не вечер, то праздник, что не выходные, то у нас какие-то развлечения, игры и мероприятия. Сегодня мы будем играть в игру «Разговоры ни о чём». Я сама выдумала только что это название. Игру я увидела на American TikTok. Суть игры — каждый надевает наушники, мы слушаем музыку на громкости максимальной, чтобы мы не слышали друг друга. И будем болтать, одновременно поддерживать разговор, и в это же время мы слушаем на максимальной громкости музыки. То есть мы не слышим, о чём мы, кто каждый говорит. Мы не слышим, о чём мы, кто каждый говорит. Вечерние подкасты в рубрике, точно. Глухие подкасты. Я как в кадре? Я как в адам бизнес-леди, у меня есть два телефона. Она Юля Пушман. Я Юля Пушман на минималках. Я не понимаю. Я пытаюсь по губам читать. Не понимает. Ну, понимает. У вас такие серьёзные лица, я не понимаю, о чём вы говорите вообще. Ну, про погоду говорили. Погода. 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 Глухой подкаст. Я думаю, что Мария слишком мало молчит. Вы считаете, что я старая? Да. Ты же только про меня говоришь. Нет. Ты старая. Ты старая, старая. Глухой подкаст. Очередные события в нашем Татар Фрэнд Хаус. На этот раз покидает нас Юля. На сколько уезжаешь? Внутри недели. Чё ожидаешь от этой поездки? Я ожидаю ничего. Скучать будешь? Нет. Не тренди. Посмотри на её глаза. А по Биме да. А по нам. Так, давай, холл. Мой багаж чек. Золото цыганское. Ма, я не делаю, что ты делаешь. Это твоя мать, прикинь. А я твоя тётушка. Вот так вот ты сложишь и поедешь. Спрей для веснушек. Зимой же у всех веснушки бывает, правда? А ты можешь стоять вытаскивать, да? Ну, ты скажи, нет, у меня нет. Маша заставляет. Плохо она сказала, значит. Я сказала нет, и всё. Когда говорят нет, значит нет. В общем, ребят, я хочу вам рассказать такую историю, что мы как-то сидели, болтали про книги, и Юля мне порекомендовала посмотреть Калинкина. Наверное, вы знаете этого человека, Женя Калинкина. Раньше был Светлана ТВ. Сейчас у него отдельный канал, и он ведёт такую рубрику, чтобы мне поделать, что лишь бы не почитать. Короче, у него есть соведущая Дарья Касьян. Блин, она просто балдёжная. Это человек, который, как я поняла, она не литературовед, но она очень любит читать. И она прям рассказывает про писателю, по большей части. Ну, допустим, Хромин, это же 50 минут. И она где-то минут 30 рассказывает чисто про человека этого. И это действительно очень интересно слушать. И потом она вскользь рассказывает, почему нужно прочитать какое-то определённое произведение. Я почти посмотрела все их выпуски первого сезона. Я даже спонсорство оформила, чтобы вы понимали, настолько мне они понравились. И мы что-то сейчас с девочками начали болтать про книги. Из того, что они выпустили, как бы про Гоголя, вот они делали выпуск, что там надо прочитать петербургские повести. Оказывается, у Юлии есть такая книга. Мы начали хихихать, хахакать, и Мария, внимание, показала, что она выиграла в какой-то там олимпиаде. По литературе Мария... Я говорю, какой-то класс был в пятом. Книга, книга, собрание, сочинение Есенина. И я с девочками сказала, вот если бы я была такая... Пошла бы на свидание. Такая вот... Не хотите ли я вам прочитаю... Петербурные поэмы, не хотите ли я вам прочитаю... И такая достаю из кармана, я достаю широкий штанин. Отсылка. Это отсылка, это поэтическая отсылка к Маяковскому. Короче, такая достаю и наобум просто, да. Только и было в нём, что волосы, как и ночные, глаза голубые и короткие. Думала, это будет немножко быстрее. Ты должна прочувствовать. Вот это тарапист, это со мной на свидание. Дальше жил Мартин, и никто о нём не видал. Я давно не видела букву, просто поэтому... Так что это такое? Юля, я открыла стихотворную поэму «Возвращение на родину». Это я променял. Серьёзно, сейчас вот достаю. Читаю, читаю. Как много изменилось там в их бедном неприглядном быте, какое множество открытий за мной следовало по пятам. Короче, я бы вот так вот сидела с шопером таким, вот, типа. Где два кролика нарисованы, типа, не использованы на животных. Здесь в таком плаще. French. Ой, про Сашу нашла песню о собаке. Моменты в жизни. Ну, вот, в общем, очередные у нас уезды из нашего татар-френдхауса. На этот раз уезжать Юли. То есть, пост сдал, пост принял. На днях Саша Валик приедет. Прикол в том, что Саша не знает, что у нас с Юлей уезжает. Ты будешь сюрпраиз. Ну всё, Юлечка, давай. На дорожку присядите. Давай. Фу, я уже вспотела. Всё, девочки. Люблю, целую. Объем. Бимочка, пока. Вот видите, проживая в... Не, оставь, оставь, оставь. Проживая в Питере, даже дома мы ходим с шопером. Где твое кофе? Опять очередная история. Мы в этом году с ребятами решили, что не будем ставить елку, потому что в нашей семье появилась вот эта вот кошка. Но Машу это не остановило, и она решила в комнате поставить своей елку. Мы ставим новые ставки, через сколько эта елка окажется на полу. И последующие кадры будет на полу. Бима, твои ставки. Ну, ты же понимаешь, что для Бимочки это первая елка в её жизни. Вот она должна порадоваться, а у с Юлей, нет, не будем ставить. Так, наши ставки не работают, потому что прошло 3 минуты. А она уже что-то там докапывается. А мы ведь ещё даже не нарядили, Мария. Расскажи, в этом сезоне что будешь делать? Как украшать? Я хочу красить золотых оттенков. Виновница торжества, куда уходишь? Она так сидит! Ребят, напишите в комментариях. Я обожаю такие старые советские елочные игрушки. У нас в семье есть такие. Не знаю, мне кажется, в каждом доме есть такие игрушки. И причём каждый год, когда ты что-то украшаешь, они у тебя разбиваются, и ты сидишь грустно. По крайней мере, у меня так было. Аладдин, давай, арабская ночь! Мы сделаем фотосессию Джорджику. В новогоднем стиле. В общем, Мария пока украшала, нашла вот такие вот маленькие подарочки. Я сказала, давай мы, Джорджик, устроим новогодний фотосет. Ну опять, что пришла-то? Мы решили взять коробку от Sunlight, чтобы сделать ему колпачок. Вот такой вот у нас типа подарочек. Там ещё есть маленький Дед Мороз. Вот такого Деда Мороза мы нашли. И сейчас мы будем этому Синьору Помидору делать новогодний фотосет. Пока мы пошли будить Джорджику, вы посмотрите, как получилось. Я думаю, протестировать. Протестировать на Бимечке. Подопытный номер один Бимечка. Смотрим в камеру. В камеру смотрим, умничка. Не, ты ещё сломала. Пусть он сообразит. Джорджик, камера, камера. Работай на камеру. Убайся глазами. Джорджик, у нас какой-то что-то странно активный, потому что, видимо, сейчас вечер. Мы придумали тактику. Он любит у нас мыться. Мы сейчас его немножко как бы-то замараем. Он захочет посидеть, помыться. И мы вот тут вот его поймаем. Вы подумайте, что я его мучаю. Ни в коем случае, ни в коем случае я его холилилею всегда. Чё ты чихаешь, чё случилось? Будь здоровы. Моменты в жизни. Здравствуйте! Кто к нам прибыл? Он подстригся, Мария. Да. То есть ты первым делом не спросил девочки, как вы жили? К своим рыбам пошёл? Конечно. Ну, а где Юля? Нет, а где Юля? Я серьёзно говорю, нет Юля. Где Юля? А она в челнах? Я тебе говорю, нет Юля. Праздник к нам пришёл, как Новый год. Я так давно не видела настоящую ёлку. Дайте пощупать. Ой, Панюху, так вкусно пахнет. Из перми в питомниках растили. Можем чай с сосною сделать. 150 рублей стоит? Саша, надо брать. Я считаю, надо брать за 150 рублей. Саша, брать не надо. Там батарейки. Мы пришли в ленту за гирлянды, потому что Александр купил. Купил он, значит, ёлку за тысячу, а тут гирлянды стоят по 1400. Какой, кстати, сказал Александр и ищет себе звезду. Купил за 150 рублей. А если фиолетовую с окна повесить? Возьми с окна фиолетовую. А фиолетовую будет нормально смотреть? Посмотри, какая у тебя цветовая гамма в этом году. Красный и белый. Жёлтый же тебе говорил, дорогой, Саша. Здесь ёжики, Саша. Смотри, вот ёжики, жёлтые. Мы сейчас 30 минут стояли с калли гирляндой. В итоге мы вернули за угол. И тут оказалось, что за 150 рублей. Сколько брать? Одну? Ну, возьми две. А нам хватит? А чё, ну, возьми три. В общем, сейчас мы будем ставить вот эту ёлку. Пермскую. Спермскую у нас. Спермскую. И вот эта бандура. Сейчас мы будем ставить... Это я бандура. Суй! Ты на меня и стоишь. Это... Ты мне банду не поставил. У меня какой-то мусор лежит на ёлке. Смотри, стены. О-о-о! У-у-у-у! Мы сейчас Джорджу будем дарить подарок. Короче, мы вчера Джорджу, вот Джорджик, устроили ему фотосессию. И я решила подарить ему подарок, а именно шарик, чтобы он мог бегать. А какая красота! Мы сейчас будем дарить ему подарок. Вот такой вот у нас этот шаричек. Он многофункциональный для хомячков и морских свинок. Как раз в будущем я планирую брать морскую свинку, назову ее Пепой. Ага, ему надо как-то сыпнуть. Он такой большой. Да, ой, блин, да. Так, вот тут вот открывашечка. Крутить туда. Куда-туда. Сейчас, сейчас, сейчас. Покати, покати. Благодаря помощи Марии, как всегда, мы сможем что-то сделать. Вот так вот. Ну-кась. И теперь... Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Она похититель ароматов. Похититель Джорджу. Похититель Джорджу. Теперь он будет врага народа. Понятно? Докапываешься до него. Теперь он сейчас до тебя докопается. Моменты в жизни. Привет, дорогие наши подписчички. Сегодня мы с Марией пакуем Александру подарок. В этом году мы решили ему подарить... Да, я сначала покажу подписчикам. Онямэ два тон. Вот у него есть первая часть. Мы решили ему докупить две. Да, мы решили докупить ему две. Еще внимание. Из его любимого кропа, трусы, в виде печенек. Мне кажется, ему понравится. Рандомный факт. Марию умеют упаковывать, потому что на работу упаковщица. Маша у меня пальцы склеились. Смотрите, как я умею помогать. Надо правильно расставить работу. Кто-то работает, а кто-то помогает. Привет, ребятня. Сегодня на этот раз мы будем делать подарок Александру. Мы с девочками ломали голову. Что мы ему подарили в этом году. Я вам показывала, что мы дарим ему унямэк книги и труселя из скропа. Его любимый магазин. На днях он, когда приехал, такой говорит, я видела, вы делали презентацию. А он мне еще тогда в директ написал, что типа, какая у вас там тусня бима. Я предложила Марии, почему бы нам, Александру, не сделать презентацию. Мы попросили Юлю начать. Ну, потому что она сейчас в челнах. Мы сказали, Юля, ты, пожалуйста, накидай какой-то каркас. Мы с Марией продолжим. И сегодня мы будем делать сейчас ему презентацию. Чисто про него. Я предложила сделать так. Сейчас мы накидаем все, что ассоциируется с Александром. И уже исходя из этого списка, мы будем делать презентацию. Прошло трех часов, сделали эту презентацию. Вышло около на 30 чем-то там слайдов. Мы оборжались. Смотрите. Это дела анимации для Александра Мария. Давай дальше. Мяу. Как мимо. Мяу. Мы оборжались. Мы сейчас позвоним Юле и спросим ее мнение со стороны. Я смотрю, девочки. А что вы так много сделали? Я не понимаю. Блин, так мило. Блин, это круто. Очень круто, девочки. Молодцы. Прям лайк. Бимочка нам помогает, естественно. В общем, мы решили устроить фотосель для Инстаграма моего профиля, который вы можете посмотреть. Он обалденный. Хочу небольшой вам лайфхак рассказать. Помните, да, мы в одном из выпусков Момента жизни за ноябрь мы где-то все клеили. Расскажу чуть поподробнее. Бима, это не игрушка. Покупайте три ватмана, два клеите вот таким вот образом, как бы сверху, чтобы можно было фоткать. А третий можете прилеплять и отлеплять. На все держится у нас на вот таких вот офисный пластилин. На офисном пластилине еще и так держится. Не падает, все гуд, все хорошо. И вот потом можете делать раскладку. Бима. Расскажи, пожалуйста, что мы завтра готовим. Французскую кухню. Французская кухня, поподробнее можете, пожалуйста, рассказать? Будет брускетта с копченой сайры, с нежным соусом сливочным, значит. Ага. Дальше будет рулетес со снежным крабом и перепелиными яйцами. С соусом там... Болонезо. Болонезо. Болонезо это для макаронов такое. С сливочно-нежным соусом, значит. Горячий у нас будет запеченная утка в яблочном соусе с картофелем пай. И классическая оливия. Тут у нас тарелки мясные, нарезки мясные. Какого-нибудь сыра и какого-нибудь творожного сыра. Я хочу камамбер. Какой? Камамбер. Камамбер. Каламбер он называется. Вот каламбер очень вкусный сыр. Мне кажется, он лучше есть. Маша, ты... Дорблю. Знаешь, сколько вода Дорблю-то у нас? А кто готовит? Шеф-повар. Ле Александр... Он специально из Парижа прилетел. Прежде чем начать нашу трапезу и проводы этого сраного года, мы бы хотели подвести итоги 20-го года. Обалдеть! У нас произошла школа ремонта. Отреставрировали наш балкон, но что-то пошло не так, и он опять дал. В сраке. Дальше. Трудовые будни с Блей. Когда я всегда пишу слово Юля, у меня слово меняется на Бля. Поэтому она Блей. Токсова. Это у нас следующий этап в нашей жизни. Один раз ездили, а столько вы из впечатлений. Не, дорогой. Надо! New Year. О, как это мило. Время подарков. Мария. Традиция. Я тебе дарю вот эту чашечку. С 21-м годом. На целую коллекцию девчонок 20-го года нет. Да. Потому что вообще я не счастлива. Следующее шо я хочу подарить. Вот такой вот презент. Там надо нажать. О, не хуй. Теперь второй подарок. Это чтобы ты не видела Биму вообще никогда. Это маска для сна, да? Да. О, а пакет не подаришь? Конечно, подарю. И пакет. Теперь Даша. Мне кажется, я не люблю. Даша, меня... ...что ты свой чай пьешь по 300 тысяч лет... ...и разбавляешь его тремя миллилитрами горячей воды... ...и говоришь, что он свежак. Поэтому дарю тебе вот такую чашечку. Терво-чашечку, чтобы пить всегда горячий чай. Она с еловыми ретями. Только она там оказалась. Я не знаю. Не знаю себе. Это для чая. Это с леса, Белочка, ты не зла. Даши, это мой подарочек. Вот такой вот. Блин. Ребята, посмотрите, что у нас есть. Блин, мне так нравится. Привет, калории! Вы уже знаете весь прикол. Но, Саша, какой-то интересный подарок. И я предлагаю это. Прям микрофон. Да. Всем привет, дорогие наши зрители канала. Сегодня мы будем проводить... ...вещеринка. Моя песня говорит... ...ау. Я знаю, что у тебя был твой вещь-лист. И ты уже поняла, что здесь не стоит. Слушай, я примерно догадываюсь, но я прям не уверена, потому что... Ну, это не то, что ты хотела, но ты это тоже хотела. Ладно. Ой, красиво, Маришка. Мне так приказано, что у нас на самом деле скотч закончился. Мы потихоньку, втихаря от друг друга это скотч заканчивали. В смысле? Ну, типа у нас закончился скотч. Мне клеим карандашом. Ну, тебе скотч закончился, да? Ты можешь... Нет, мы потом еще раз эксплуатируем эту упаковочную бумагу. Это шоколадка Red, которую я обожаю. Серьезно? В ней 200 калорий. Даша у нас теперь ПП, поэтому я с вами... И поэтому Саша мне купил 300 грамм шоколада в мелком. Жестко. Блин, да! Короче... Да ладно! Да, это книга про Вагину! Этот прочитал про кишечник, я купила про сердце. И теперь у меня настоящая книга, прикиньте. Это подарок Юлечке. Ты просто отрежешься. Нет, мы используем потом еще раз. У Юлии скоро день рождения. Вот пока ты распаковываешь подарки, уже... Я такое думала! Жесть какая! Какая жесть! Ребята, это анбоксинг. Там пепочка! Пепочка раз! Ну, чашка лучше, чем сейчас твоя. О, жесть! Жесть какая! Ну, смотри, это же прелестно! Моменты жизни! Я хорошо замотала, можно сразу открыть. Девочки, чуть-чуть с ума сошли. А что это такое? Это лампа. Подожди. На руки начали трястись. Какой лапошан. Че, очень хитро! Че, очень хитро! Че, очень хитро! А еще... Так, вот там мне нужно пояснить. Короче, я не знаю, вот эта штука как всегда, а эта многоходовка. Или это наоборот? То есть это не один цвет кошки, это разный цвет кошки. Да, то есть как мне объяснила, это must have. Сейчас все в инстаграме так делают. Ну, если не плачет. На значи купила! Пекинь теперь у Маши килограмм шоколада. 20 штук! Это целая упаковка. Видела бы ты лицо продавщицы. Пробивала мне поштучно. Я забыла, чему ударить. Вон, я зубь. Помню. Вот, выбирай с какой ты хочешь первым. Хочу начать вот с этого. Самое интересное. Да, самое интересное. Ну и вот как тут. Саша, аккуратно, это не так. Да ладно. Да ладно. Да. Давай, я прощу. Вы еще последние две части купили? Бля, я ору. Пипец. Знаешь, в чем прикол? Почему? Просто есть еще брата Штейна от другого автора. И там полная дичь. А вы нашли именно от этого. Ну, я очень рад. Это прекрасно. Мы решили, что ты у нас унимешник и любишь читать картинки. Это не все, Саша. Открывай дальше. Это Маша паковала. Открывай лучше так, чтобы не лошадь. Хочу открыть. Это что? Дождите, что? Это трусы? Да! Ты не посмотрел, откуда они? Нет, я увидел, что из кропа. Это кроп. Это кроп. Это Саша любимый магазин. Дорогой Александр. Что тебе очень понравилось, когда мы делали с девочками презентацию? Эта работа была на удаленке. Потому что Юля делала, и мы делали. Вот тиць, рыбный бизнес. Он показывал ей сердечки. Дарья никогда не начинала о другом, кроме как Александр. Он угощал Юлю кофе. И в знак своей любви подарил ей мужчину. Но Дарья не смогла разлюбить Сашули, и они начали жить втроем. Сфингер-патит. Зеленый чай. Зеленый чай, да, это тема. Грин-мелисса как раз. Сашули шопятся только в литвых магазинчиках. Кров. И Саша. Это что, прожарка? Откуда я назвал? Да, нет, тоже нет. Нашла! Как тебе презентацию? Very beautiful. Я очень рад. Big very mature. Джорджи, мой мальчик сладкий. Какие друзья. Нет, еще время-то ли начисала. Давай, помечтаем. Бимочка, мечтай. Так, давай. В 2021 году. Саша, рано. Не мне это убирать? Надо пальчиком вот так вот подержать, оно испугается и уйдет. Да еще рано, что вы пьете-то? Уже все. А зачем куранты? Если тебе понравился данный выпуск, то поставь свой лайк. Ну, а также не забудь написать в комментариях, поделиться своими моментами жизни, что у тебя произошло, как у тебя дела. Я обязательно все почитаю. Расскажите мне, как вам этот формат? Потому что я кинула себе этот челлендж в начале года, снимала с периодичностью, это выкладывала какое-то. Но вообще, стоит ли мне продолжать в новом году делать такую рубрику? Поэтому также обязательно напишите свой отзыв, чтобы я понимала, что улучшить. И вообще, надо ли оно вам смотреть про мою жизнь или только делать видосы на укулельную тематику, и вам это достаточно. Короче, все, пожалуйста, напишите, и я буду очень благодарна. Ну, а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся! Пока! Субтитры сделал Dima!